Добрый день, уважаемые друзья. В действительности у нас сегодня приятный повод для того, чтобы собраться. Александр, который еще несколько часов назад сидел в клетке в суде, сегодня на свободе и сегодня будет ночевать дома. Ему изменили меру посещения судебным решением. Коллегия судьи вынесла решение о том, что он может быть на свободе, но пребывать под домашним арестом с 8 вечера до 6 утра. Это, безусловно, победа стороны защиты, потому что с сегодняшнего дня Александр будет находиться дома, а не в камере с сепаратистами или к теме, кто уклоняется от защиты Родины. Что касается сегодняшнего дня, то это, конечно, всего лишь один небольшой шаг к вынесению, надеемся, оправдательного переговора в отношении Александра. Но хотелось бы сказать еще об одном событии, которое сегодня произошло. У меня перед глазами обвинительный акт, но это не просто обвинительный акт, а это обвинительный акт с изменением обвинения по тому уголовному производству, в котором Александр является подозреваемым и обвиняемым. И прокуратура в этом обвинительном акте изменила обвинения. И сегодня можно сказать о том, что перейден определенный рубеж, определенный рубикон, в котором стало понятно, что предъявленные ранее обвинения в совершении особо тяжких преступлений уже в прошлом, и прокуратура сама сейчас нашла этому подтверждение. Из трех статей, которые сегодня остались, одна только является статьей, в которой имели наказание до 7 лет лишения свободы, остальные статьи не являются даже тяжкими. Это еще один шаг в нашем представлении, более серьезный шаг, чем изменение меры пресечения, к тому, чтобы в конце концов, не сегодня, а завтра сказать о том, что Александр не совершил никакого преступления, и что те обвинения, которые были ему предъявлены, были надуманными. И если не сказать более того, если не сказать, что те сотрудники милиции, которые давали в том числе и сегодня показания, просто обвинили Александра в том, чего он не совершал. Подчеркиваю, это те два шага, которые сегодня показали возможность вынесения завтра оправдателями приговора. Это реальные показатели уровня обвинения и правильного направления защиты, в которые вели два адвоката по этому делу. Вот второму, точнее сказать, первому адвокату по этому делу я хотел бы передать слово. Да, ладно, пожалуйста. Добрый вечер. Я хочу добавить сказанному Анатолием, я полностью также поддерживаю все то, что рассказал мою коллегу, и второй защитник Саша Лахмана, и могу сказать одно, что к этому, конечно, шли очень долго, 7 месяцев. К тому, что вы изменили меры пресечения из-под стражи и отпустили Александра домой. Очень радует то, что наконец-то мы смогли достучаться до судей, и наконец-то они все-таки услышали, и из определения суда с сегодняшнего дня это видно, что наконец-то они признали то, что прокуратура действительно не предоставила никаких доказательств того, почему Александр должен находиться вообще под стражей. также, конечно же, радует то, что обвинительный акт уже, действительно, мы видим здесь переквалификацию тех уголовных правонарушений, которые первоначально ему были непосредственно предъявлены. Это очень сильно радует, потому что действительно идем в правильном направлении, и у нас еще, конечно же, все впереди, и мы верим то, что нам удастся. И Александра оправдать, мы до этого, считаю, есть у нас основные. Спасибо. Скажите, пожалуйста, а на основании вот этих фактов, которые Вы только что озвучили, прокуратуре можно предъявить обвинение? Скажем так, да. Ну, если человек находился в заключении, не имея на то основание от прокуратуры. Я хочу буквально одним словом, двумя словами, вспомнить то, с чего началось мое участие в этом деле. Какое-то время назад именно в этом зале, именно за этим столом была пресс-конференция, и было сказано о том, что в отношении военнослужащего, в отношении воина, который защищает Украину, в отношении человека, который рискует своей жизнью, начато уголовное производство, его задержали. Но существует статья Уголовного кодекса, которая предусматривает ответственность за воспрепятствование деятельности Вооруженных сил Украины. И я знаю о том, что если не сегодня, то завтра в уголовном производстве, которое будет по этому обвинению, будут привлечены все те, кто препятствовал воину Вооруженных сил Украины. Будут ли в этом, будут ли привлечены прокуроры, будут ли привлечены следователи, будут ли привлечены сегодняшние свидетели, и даже потерпевшие покажут время. Но мы считаем, что именно так и должно быть, чтобы было дело на дело, и в этом новом деле были открыты те факты, которые сегодня нам кажутся очевидными, что был на ветвь, было незаконное задержание, была информационная поддержка в лице начальника управления внутренних дел. Если бы всего этого не было, то не было бы и 7 месяцев содержания под стражей, не было бы вот этой жуткой волны, что воин Вооруженных сил Украины может осуществлять какие-то хурриганские действия. Человек выполнял приказ, а ему этот приказ выполнить помешали. Кто-то за это должен нести ответственность. Можно я добавляю еще по поводу прокуратуры? По поводу прокуратуры, да, очень правильный вопрос был задан. Мы сегодня уже обратили на это внимание. То есть, вот смотрите, насколько я понимаю, это уже третья переквалификация дела. То есть, вы понимаете, за это время прокурор, получающий зарплату от государства, то бишь от нас, он выполнял некачественную работу. То есть, насколько я понимаю, но я не адвокат, я все документы не владею, то есть, с момента переквалификации, во всяком случае последней, то есть, никаких новых каких-то обстоятельств дела не было обнаружено. То есть, все основные документы, все свидетельские показания, все были с тех времен. И человек раз, ой, не получилось, написал что-то, наверное, с фонаря. Ну, вы понимаете, как он учился в институте. Второй раз, и за это мы платим деньги. Так вот, мы уже собирались, я думаю, мы скоро посетим и военную прокуратуру, и начнем задавать вопросы, что они делают, как они делают. Вот нужно ли тратить время, сколько? Семь месяцев на вот простое вроде бы дело. И самое главное, что в это время надо еще спросить, а как у них дела в остальном там обстоятельствах. Поэтому, да, к прокуратуре очень много вопросов. К Александру вопрос. Скажите, пожалуйста, как Вас содержали все эти семь месяцев и как к Вам относились? Ну, в принципе, содержание, как и у обычных заключенных отношений, тоже такое самое. Ну, ничего не при взятости никакого не было. То есть, какого-то преднамеренно уничижительного отношения Вы к себе не ощутили? Ну, я знаю, что с кем-то сидел. С кем Вы сидели? Ну, сидел я. Молиме. Я вообще, как бы, работник милиции бывшей. Я сидел с бывшими работниками милиции. Ну, среди них были и террористы, и сепаратисты. Ну, и работники милиции, которые там пошли по-другому, по пути, по-другому. То есть, угрозы жизни, никаких таких предпосылок, ничего не было, да? Ну, я не видел никаких угрозов. А скажите, пожалуйста, Ваши бывшие попросимы поддерживали Вас? Поддерживала меня мать. Моя семья. Благодаря общественной организации Харьковской мы достучались, ну, адвокаты достучались к судьям и хотя бы начали уже допрашивать свидетелей, потому что раньше на суд приглашаются потерпевшие, они не приходят, суд переносится. Это месяц, второй, третий. И, получается, вот за этот, за эти два месяца это все, ну, мы допросили уже всех потерпевших и всех свидетелей. Ну, там остался один, да? А раньше вообще никакие действия не было. Они уже сейчас говорят, что мы уже не помним. Из тех, берите из тех показаний, что мы давали раньше. Раньше они по одному сценарию писали, сейчас они говорят совсем по другому сценарию и... Там, если каждого послушать, то получается какой-то мараз. Один говорит одно, другой на это говорит, что это черное, другой говорит, что это белое. Как вы думаете, чем вы вообще будете заниматься дальше? Ну, я до сих пор остаюсь солдатом, но военнообвязанным. Пока дело не закончится, ну, думаю, тут о подработке. Ну, а в дальнейшем, как дело, как закончится, я не знаю. Я пока еще не демобализован. То есть, тот этап, к которому мы пришли сегодня, вы пришли сегодня, это, по сути, общественное движение. То, та волна, которую подняло общество в защиту своего воина. Правильно? Может быть, Юрий, вы еще что-то по этому поводу скажете? Что, наверное, не надо молчать, а надо... Да, не надо молчать, но надо, с другой стороны, надо разбираться. Нельзя, конечно, сейчас просто бросаться что-то увидели, кого-то там обидели, сразу побежали. Потому что, ну, ситуация разная бывает, но, с другой стороны, есть еще понятие, то есть, это мы еще, когда общались там с Мишей Соколовым, знаете, тоже это судебно... То есть, все равно надо, ну, понимать, что дела, которые ведутся, это дела ведутся, допустим, против воинов. И если человек оступился даже там, или что-то сделал, но все равно человек, то есть, к нему надо тоже по-человечески относиться. Еще у нас будут вопросы и к системе исполнения наказаний, когда там просто людям, человек, надо в больнице, но только через две недели ему разрешают посетить больницу. Дальше еще интересно. Врач ему выписывает лекарства, говорит, ну, вот вам лекарства, пусть вам передадут. Говорит, а как мне передадут? Я же, у меня же связи нет. Говорит, можете передать? Нет, не могу, это нарушение. Потому что сепаратистам это все предоставляется в лучшем виде. То есть, я к чему говорю, что общественность должна подниматься и показывать, то есть, мы же ничего там, ну, сверхъестественного не требуем, не требуем, чтобы какой-то там аммистили, или просто, чтобы не какую-то неприкосновенность воинам давали. Но просто, чтобы разбирались и по уходу, по существу, не затягивая эти все вещи. Человек, вот, грубо говоря, там, разобравшись, ну, я не юрист, еще раз говорю, я не знаю, что там ему можно, там, условно, какие, какой-то срок дать или просто, ну, оправдать. Не важно, человек, вот он правильно сказал, он до сих пор не мобилизованный, он воин, он должен защищать, он готов, он пошел к добровольцам, он хочет, может и должен защищать Родину. А вот эти люди, ему не дают это делать и показывают другим, что все равно у них законы не писаны, вот как они хотят, так и не делают. То есть, поэтому общественность должна следить, и мы должны, ну, скажем так, какая бы там прокуратура не была, какие там антикоррупционные комитеты, там все равно, какой-то один человек, а общественность нам много, нас много, мы горизонтальная структура. Если даже кто-то рядом вот шел, шел, оступился, рядом на его местах другой стал. То есть, вот поэтому я думаю, что вот мы сейчас трансформируем наше общество, и оно может трансформироваться только благодаря активной позиции общественности. Ну вот, не знаю, наверное, все. Мне очень, очень хочется добавить к словам Юры еще буквально несколько слов. Огромное спасибо тем, кто приходит на процессы, на процессы Александра, потому что это огромная поддержка, моральная, душевная поддержка. Я хотел бы сказать еще благодарность в отношении командиров Александра, которые, знаете, как, всякое бывает. Иногда просто люди машут рукой, да ладно, это там нелочная проблема, да ладно, знаете, мы там не будем этим вопросом заниматься, кто его знает, что он там совершил. Нет, такого не было. И надо сказать, что и сегодня мы рассматривали вопрос об изменении веры пресечения, связанной с передачей на поруки. И у нас есть в этом отношении ходатайство народного депутата. То есть, люди добрые помогают. Кто-то своим участием, участием в судебном процессе. Кто-то, добрым словом, который передается туда, за этот забор с колючей проволокой. Кто-то, находясь за сотни километров, ну, какими-то документами. Надо всем сказать большое спасибо и земной углом, потому что это поддерживает, это поддерживает Александра, это поддерживает нас как защитников и надоенно с нами. Спасибо. Саша, у меня еще к вам вопрос. Скажите, пожалуйста, несмотря на все произошедшее, есть вера в новую Украину и желание ее защищать? Вера есть, желание есть. Ну, вера и надежда это... Я просто сидел в тюрьме, есть люди, ну, начинали как-то пессимизмом заниматься. Я, ну, надеялся, верил, что все будет хорошо. Может, я добавлю еще? Хотя вопрос Саше был. То есть, ну, на самом деле, я тоже, когда я его увидел первый раз, когда его проводили, то же самое, что человек, стержень, я сразу понял, что в человеке есть стержень. Он держался. То есть, это видно было просто вот внешне, хотя даже, ну, ничего не рассказывал. Поэтому, да, вот таких людей, ну, я не знаю, вот если у них уже попадет вера, да, тогда надо собирать чемоданы. Но пока у таких людей есть вера и силы, то есть мы не переможем. И даже еще можно сказать? Я также хочу поблагодарить всех людей, которые поддерживали нас в суде и поддерживают. Потому что я вам должна сказать, что вот я, например, начинала, как бы, Сашу защищать уже здесь в суде сама. И я должна сказать, что, ну, это тяжело. Но когда непосредственно подключились люди, когда подключился также еще один защитник, то я вам должна сказать, что стало намного легче. И знаете, как уже действительно стал виден просвет. В конце туннеля, скажем так. Потому что иначе были глухи. Дело в том, что с ходатайством об изменении меры пресечения я обращалась постоянно. И я вам должна сказать, что в основном-то не изменялись обстоятельства. Все было так, как было с самого начала. Но судьи почему-то начали прислушиваться. Вот только сейчас. Вот именно после того, как подключилась общественность, когда подключились люди. И я действительно вас всех благодарю. И я действительно призываю каждого человека относиться к таким делам очень серьезно. Потому что на месте Саши может оказаться любого человека. Сын, брат, муж, отец. И нужна будет помощь. Но когда мы будем действительно вот такими сплоченными, то у нас тогда не победит. Спасибо вам большое. Мы еще раз поздравляем вас всех. И низкий поклон вашей маме. Спасибо. Спасибо.